В Худжанде образована 21 группа для снятия хиджабов с женщин. Положение трудовых мигрантов из Центральной Азии в России. В Таджикистане по инициативе Управления по делам женщин и семьи Сахдейской области образована 21 рабочая группа. Ее членам предстоит убедить жительниц Худжанда не носить якобы чуждую таджичкам одежду – хиджаб. В рабочую группу вошли представители сферы образования, здравоохранения, религии, молодежных организаций, активистки женского движения, милиции и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана. Глава Сахдейского управления по делам женщин и семьи Надира Мирзозода поставила перед рабочими группами задачу усилить пропаганду по устранению ношения хиджаба и сатра жительницами Худжанда под предлогом того, что они якобы являются чужеродным явлением для народа Таджикистана. Члены рабочих групп посетят все микрорайоны города Худжанд, центры торговли, здравоохранения, швейные цеха, школы, детсады, рестораны, рынки города. Примечательно, что хиджаб является единственной формой одежды женщин этого народа уже в течение более тысячи лет. И риторика режима Рахмона вызывает недоумение своей наглой и неприкрытой ложью о том, что якобы ислам – чуждая религия для населения региона, а хиджаб – чуждая одежда. Напомним, что это уже далеко не первый шаг, предпринятый режимом Рахмона для отвращения людей от их религии. Причем сила давления, которая оказывается на женщин в северной части Таджикистана, значительно сильнее, чем то, с какой интенсивностью требует снятие хиджаба на юге страны. Консультационно-правозащитный центр «Помощь» опубликовал доклад под названием «Трудовых мигрантов из Центральной Азии преследуют в России под предлогом борьбы с терроризмом». Автором доклада является директор центра и член правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев. В докладе излагаются факты о том, что в последнее время выходцы из стран Центральной Азии все чаще становятся жертвами российских силовиков. Под лозунгом борьбы с терроризмом российские спецслужбы чинят абсолютный произвол в отношении беззащитных граждан Азиатских республик, в связи с чем уже десятки мигрантов оказались в российских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям. В докладе также затрагивается тема незаконной выдачи России граждан стран Центральной Азии, разыскиваемых их властями. Кремль откровенно передает ни в чем не повинных людей в руки палачей правителям. Корреспондент Хабархо связался по телефону с автором доклада об Ахромом Хамроевым, который согласился дать комментарий нашему порталу. Главная причина постоянных фабрикаций уголовных дел в отношении трудовых мигрантов является отсутствие защиты со стороны властей их стран, считает правозащитник. Мигранты, мусульмане, они незащищенные, они незащищенные на территории России, но за них, за мусульман, сейчас нет таких правителей, которые реально могут заступиться перед правительством. Есть задача некая, что борьба с терроризмом и экстремизмом. Вот эта задача в реальности используется, используются незащищенные мигранты из Центральной Азии. В Санкт-Петербурге, в ряд российских городах были аресты и говорили, что планировалось. Она как бы характерна, именно характерна, больше часть всей этой уголовного дела, она характерна больше фабрикации уголовного дела по отношению к мусульману. Единственным возможным решением проблемы использования мигрантов в политических играх властей России, Пахром Хамроев видит их объединение в общественной организации и совместная защита своих прав. Директор консультационно-правозащитного центра помощь также отмечает, что российские спецслужбы преследуют не только трудовых мигрантов из Центральной Азии, но и своих собственных граждан из мусульманских регионов. Я внутри само мусульманское сообщество нахожусь, регулярно с ними разговариваю по-разному. Они все буквально говорят, даже не мусульман уже стали говорить. Это директор не мусульман. Мы знаем это спецслужбы. Это твердый такой позитив. Я не боюсь этого сказать. Устроили в режиме. Давайте спорим! Спорим! Девушка!